Чем многих из нас привлекают китайские автомобили? Ну, во-первых, необычным дизайном и огромным количеством диковинных фишек. А чем многих китайские автомобили пугают? Правильно, тем, что они китайские. Что же, дилемма решена. Hyundai Santa Fe с совершенно сумасшедшим дизайном и огромным количеством диковинных привамбасов. Давайте смотреть, что это за удивительная машина. Внешность, конечно, совершенно космическая. Просто посмотрите на предыдущий Santa Fe и на то, что здесь сделали корейские дизайнеры. Это продолжение такой темы нео-ретро, отсылок к 80-м годам, которые мы уже видели и на IONIQ 5, и на старые. И, знаете, я читал много комментариев в интернете, не всем нравится этот дизайн, но лично мне такая низко-полигональная, что ли, стилистика очень подходит. И обратите внимание, буква H доминанта всего Santa Fe. Она будет встречаться нам и спереди, и сзади, и в салоне. Просто запомните вот этот вот подход. Ну и вот этот новый стиль, это совершенно другое восприятие габаритов автомобиля. Santa Fe не сильно увеличился в размерах. В длину на 4,5 см колесная база выросла на 5 см. Но по сравнению с предыдущей машиной кажется, что это уже совершенно другой класс. Но если бы корейцы просто ограничились внешностью, это было бы слишком скучно. Они сделали очень много классных фишек для жизни. Если раньше эталоном практичности и продуманности считались автомобили Skoda, то сейчас звание короля Simply Clever можно реально отдавать корейцам. Потому что, например, посмотрите, здесь есть специальные рукоятки в задних стойках. На случай, если у вас сверху есть бокс, вы просто встаете вот так вот на колесо и сюда что-то грузите. Никто до такого не задумывался, кроме корейцев. Или вот задняя часть. Многие критикуют за внешность, но это тоже сугубо практичная история. Потому что благодаря вот такой конфигурации получилось максимально раздвинуть задние стойки и расширить багажный проем. Открываем пятую дверь. Электропривод достаточно высоко, кстати говоря, поднимается. Здесь даже высокие люди упираться не будут. И посмотрите, здесь практически нет вот этих вот ниш. Максимальная ширина багажного проема, небольшая погрузочная высота. Поэтому, если вы любите с собой везде возить ваш любимый холодильник, он сюда совершенно спокойно зайдет. В этой пятиместной конфигурации объем 725 литров. А если сложить второй ряд, здесь уже получится огромная ровная погрузочная площадка. Либо кровать на двоих. Длинный-длинный отсек получается. И люди даже ростом чуть выше среднего здесь реально смогут спать. Кстати говоря, доступна не только вот такая пятиместная версия. Есть и семиместное исполнение, и шестиместное, где на втором ряду будут раздельные сидения. Второй ряд, кстати, очень удобно складывается вот этими клавишами. Просто нажимаем и падают туда спинки. Ничего делать не нужно. И неплохо организован сам багажник. Есть и петельки, и крючочки для фиксации поклажи. Небольшие карманы. Розетка на 220 вольт. Там 12-ти вольтовая. Здесь небольшой органайзер с ремкомплектом. Да, к сожалению, запаски или закатки здесь нет. Только ремкомплект. И второе подполье с органайзером трехсекционным, большим, просторным. Который, если что, можно вынуть. И там у вас тоже будет просто большой отсек. Замечательно продуман багажник. Да и не только багажник. Здесь во всем салоне есть четкое ощущение, что вот сели люди и подумали о том, как в их машине будут жить покупатели. Второй ряд очень высоко поднят для того, чтобы у здешних обитателей был хороший обзор по всем направлениям. Регулируется все это дело по длине и по углу наклона спинки. Две раздельные части можно независимо настраивать. И смотрите, сижу я сам за собой. Место у меня перед ногами огромное количество. Над головой тоже действительно здорово. И здесь куча всяких разных мест для хранения вещей. Например, смотрите, целых два подстаканника в дверях. Еще два в откидном подлокотнике. Здесь у нас выезжает бокс. Ну, можно было бы ожидать, что здесь какой-нибудь холодильничек. Но нет, просто пластиковый лоток. И смотрите, уникальная вообще для всего автоброма фишка. В центральный бокс между передними пассажирами можно залезть и отсюда сзади. Ну, если вдруг вам не хватило вот этих мест, которые здесь для вас предусмотрены. По два крючка на каждой спинке сидения. Тот самый H-образный орнамент, который вообще по всей машине встречается. Трехступенчатый обогрев второго ряда. И надо мной еще стеклянное окно. Правда, не могу я его открыть отсюда. Придется просить тех, кто сидит спереди. Хотелось бы мне, может быть, кнопочку, которая позволила бы мне это сделать самостоятельно. Но, знаете, это мелочи. Климатической зоны отдельной здесь нет. Только дефлекторы в средних стойках. Но, мне кажется, это тоже небольшое упущение. А самое главное, вот если представить, что мне сейчас на этой машине надо будет поехать куда-то за несколько сотен километров пассажиром, я на это вполне готов. Впрочем, то, что было сзади, это цветочки по сравнению с тем, насколько продумана передняя часть. Во-первых, все-таки хочу отметить дизайн, потому что вот эти нео-ретро-мотивы, этот киберпанк из 80-х, он и здесь проскальзывает везде, буквально не то, что проскальзывает, а доминирует в том, как нарисована эта машина. И очень много интересных фишек. Во-первых, посмотрите на селектор трансмиссии. Здесь это подрулевой пульт, который вот так вот надо вращать для выбора направления. И вот здесь у него кнопка паркинга. Действительно, какой-то из звездных войн, что ли, регулятор. Такого я нигде не видел. И пользоваться им, на самом деле, очень удобно. Из необычных вещей, наверное, самая необычная штука, которую вы здесь найдете, это верхний бардачок, который вот так вот открывается. И в нем встроена ультрафиолетовая дезинфекция. Вы можете туда мобильник какой-нибудь положить, захлопнуть крышку, нажать на вот эту вот кнопочку, и Hyundai будет обрабатывать ваш гаджет для того, чтобы вы не подцепили никакие бактерии. Помимо верхнего бардачка, здесь у нас есть второй традиционный нижний. Полочка достаточно объемная перед передним пассажиром. Два подстаканника. Вот этот вот бокс глубоченный. Здесь у нас второй этаж. Достаем этот лоток, там еще один этаж. Достаем вот эту перегородку, и еще вот туда вот можно вперед вещей каких-то напихать, которые вам, наверное, меньше всего нужны, но все равно должны находиться в машине. Огромное количество здесь мест для мелочей. Две станции беспроводной зарядки телефонов. Причем, обратите внимание, здесь принудительной вентиляции нет, но сами подиумы немного подняты, чтобы вокруг телефонов все-таки гулял воздух. Действительно, очень продумана, до мелочей продумана машина. И знаете, если бы я был темьянином и имел на нее деньги, я бы всерьез задумался о том, чтобы именно Santa Fe сейчас рассмотреть к покупке. И, кстати, эта машина, конечно же, у нас по параллельному импорту приехала, потому что Hyundai из России ушел. И, как вы наверняка слышали, в апреле ожидается большое повышение цен на параллельные автомобили. Поэтому, если вы уже заинтересовались в Santa Fe, но прямо сейчас у вас нет на него всей суммы, для вас есть замечательная опция в виде кредитного приложения от Fresh Marketplace. Заходите в приложение, выбираете любую понравившуюся вам машину, не только Santa Fe, кстати говоря, и получаете персональное предложение по кредиту. Без переплат, без скрытых каких-то подводных камней. Все честно, выгодно. Это правда работает. Заходите, смотрите и подбирайте себе автомобиль. Материалы мне здесь тоже очень нравятся. У нас топовая версия под названием «Каллиграфия». И здесь у нас и дерево, и кожа наапа, как заявляет производитель. И мягкий пластик там, где он не зашит в кожу. Действительно приятно находиться в автомобиле. И, наверное, самый главный отделочный материал, который лично меня греет, это обивка потолка. Она очень мягкая, с таким вот домашним плюшевым ворсом. Я не знаю, насколько это будет практично при дальней эксплуатации, да, на больших пробегах. Может быть, это все будет уже очень грязное и замызганное. Но прямо сейчас я просто не могу остановиться. Мне хочется продолжать гладить потолок этого Санта-Фе. Действительно очень классная отделка. Еще одна необычная фишка – это клавиша вот здесь на центральном тоннеле, которая переключает режим работы вот этого зарядного гнезда. Можно просто заряжать телефон, а можно подключать его к мультимедийке по проводу. Поддерживается, кстати говоря, и Apple CarPlay, и Android Auto, и сама мультимедийка тоже просто нафарширована неожиданными совершенно опциями. Во-первых, давайте посмотрим, как это все выглядит, да. Вогнутый дисплей, точнее, два дисплея под одним общим вогнутым стеклом, цифровой приборный щиток, у которого есть две темы оформления, и внутри каждой из них есть еще три варианта шкал. И важно, что это именно круглые шкалы. Никаких дизайнерских экспериментов. Все выглядит привычно, читается замечательно, но любо-дорого посмотреть. Есть, кстати, и проекционный дисплей, достаточно большой, ясный. Если вам хочется вот туда вот на дорогу смотреть, не отвлекаясь на приборы, пожалуйста, Santa Fe вам это дает. Ну и сама мультимедийка. Здесь очень много всего. Навигация, понятное дело. Здесь она у нас, к сожалению, не работает, потому что машина не для российского рынка. И куча настроек, которые тоже нам недоступны. Например, есть функция High Pass, это корейские скоростные магистрали. Можно прямо отсюда, без транспондера отдельного, за все это дело платить. Есть погода, календарь, есть даже голосовые заметки. Вот сюда вот можно нажать, включить запись. И давайте посмотрим, как она работает сейчас. Раз. Пошла запись. Сейчас я рассказываю вам про новый Hyundai Santa Fe. И если вам уже интересно эта машина, напишите в комментариях, поделитесь своим мнением. Мне кажется, действительно, один из самых ярких представителей этого сегмента. Записались, остановили. Вот это у нас все сохранилось. Дай-ка мне нажать. И, пожалуйста. Пошла запись. Сейчас я рассказываю вам про новый Hyundai Santa Fe. Ну, в общем, верите, да? Для чего это? Ну, захотелось вам по дороге сделать какую-то заметку. Пожалуйста, просто в одно нажатие вы это можете сделать. Есть отдельная кнопка на режим автомойки, когда машина сама складывает зеркала, выключает дворники, поднимает стекла, закрывает люк. И для того, чтобы вам ничего в нее не затекло, пожалуйста, в одно движение все это делается. Есть встроенный кинотеатр с какими-то корейскими стримингами. Спортивные сводки. Ну, к сожалению, сейчас у нас это не работает в стране. Это все под корейский рынок сделано. Hyundai Car Pay. То есть тоже какая-то система оплаты, система связи с умным домом. Если бы вы были в Корее, я бы все вам это показал, но, к сожалению, пока что так. Но из настроек здесь тоже очень много всего интересного. Можно, опять же, как я говорил, менять дизайн приборов, дизайн и наполнение проекционного дисплея, система распознавания голоса, система управления сидениями. И это, кстати говоря, тоже очень интересная штука, потому что здесь есть и подкачка боковой поддержки. То есть если вы включаете спортивный режим, например, у вас валики надуваются. Есть даже функция Smart Support. А это как раз и есть, собственно, те самые валики. А вот это, о, Ergo Motion Seed. Здесь, в общем, и та самая боковая поддержка, и поясничные подпоры, какие-то еще камеры. Это не массаж в чистом виде, но система, которая делает так, чтобы вы в дальней дороге не уставали. Она что-то там меняет в сидении для того, чтобы у вас не затекали мышцы. Действительно, очень много настроек, очень много всего. И, кстати, про сами эти сидения, да, во-первых, они удобные. Сидеть в них замечательно. Есть электрорегулировки и руля. Геометрия посадки у меня правильная. Правильная выдвижная атаманка здесь предусмотрена. И специальный режим отдыха. Я нажимаю одну клавишу, и все это дело, вот, поехало раскладываться. И у меня, и у переднего пассажира есть вот такая вот опция, чтобы когда я финишировал, доехал туда, куда нужно, мог спокойно отдохнуть. Ну, реально, очень классно. Все продумано в этой машине. В общем, как я и говорил, корейцы потратили реально очень много времени и, наверное, мозгов на то, чтобы подумать о том, как вы будете этой машиной пользоваться. Например, смотрите, они сохранили множество физических клавиш. Крутилки климата у нас, пожалуйста, очень приятные, кстати говоря, в использовании. Это все нажимается. Автоматический режим с тремя степенями интенсивности. Подогрев сидений, вентиляция сидений, подогрев руля здесь есть. Да, можно было это сделать не сенсорным, но на самом деле пользоваться этим вполне без проблем. Кстати, две степени подогрева руля тоже имеются. Камера кругового обзора с классной красивой картинкой. Можно, опять же, покрутить машину. Современная графика, все ясно, все видно замечательно. Здесь у нас кнопка отключения системы старт-стоп, система помощи при спуске с горы, парктроник, функция автохолд. И здесь выбираются режимы движения, причем их три штуки для асфальта и три, даже целых четыре штуки для бездорожья. Потому что, несмотря на всю эту прогрессивную начинку, да, именно по функциям, именно по отделке, техническая база Santa Fe нам во многом знакома. Так, ну и пока мы выезжаем на наш не очень секретный и не очень тестовый полигон, еще пару мелочей забыл вам рассказать. Во-первых, зеркало заднего вида здесь гибридное, есть как обычное отражение, так и картинка с внешней камеры, а кнопки здесь настраиваемые. То есть не только кнопка избранного вот там вот на центральной консоли, не только такая же кнопка на руле, они разные функции могут нести, но можно даже поменять местами функционал вот этих вот крутилок. То есть левая у вас будет, например, перелистывать треки, а правая регулировать громкость. Ну, не знаю, кому это в реальности нужно, но это еще одна индикация того, что корейцы прям заморачивались над тем, чтобы здесь все вот так вот организовать. Ну что, сильно погонять нам сегодня не получится, но немножечко оценим. Кстати, трогается машина очень плавно. Рывков от этого робота я не ощущаю. Ох! Ну, кстати, нормально разгоняется, достаточно уверенно. Тихая машина сразу, можно сказать. Шумоизоляция здесь отличная, ничего не слышу. У нас за окном мкат, но буквально ни звука оттуда не проникает. И на вот этой неровной дороге вроде бы неплохо отрабатывает подвеска. Да, чуть-чуть плотненькая, но не кажется, что я сейчас ее могу пробить, уронив колесо в какую-нибудь проталину. Вполне себе неплохо держится машина. Ну-ка, еще раз немного нажмем. Ага, и тормозим перед лежащим. Кстати, лежащий. Да, плотненько, но достойно, без каких-то ударов, без звуков. И уверенно, уверенно едет на свои 281 лошадиную силу. Я думаю, вполне хороший разгон. И действительно незаметен здесь робот. Если вы боялись, что эта трансмиссия будет пинаться, мне кажется, это не тот случай. Если бы мне сказали, что здесь гидромеханический автомат, я бы, может быть, даже и поверил без проблем. Хороший, отзывчивый, понятный акселератор. Сейчас мы, кстати, в спортивном режиме едем. Вот в стандартный переключились. Помягче сразу стало. Расслабились сразу валики боковой поддержки. То, что я говорил. Здесь сидения очень умные, очень навороченные. Вот они меня сейчас немножечко отпустили. Поедем обратно, кстати. Не такой большой радиус разворота. На пятачке я сейчас развернулся. Нет, приятная машина. Понятно, что вот в таких условиях, в таком коротком тест-драйве большие выводы делать рановато. Но мне кажется, что неприятных сюрпризов Санта-Фе не должен преподнести. Вот, по крайней мере, по этим нескольким сотням метров кажется, что настроено здесь все. Ну-ка. Не, классно, классно разгоняется. Отлично вообще. Полетели. Уже больше 80 было буквально вот на этом коротком разгончике. Еще один лежащий полицейский. Пам. Да, все достойно. Я думаю, что если на этой машине покататься побольше, не должно быть здесь каких-то негативных новостей. Руль немножечко синтетический, но это, скажем так, примета времени, и требовать от этого большого семейного кроссовера какого-то еще и драйверского удовольствия, ну, мне кажется, уже слишком самонадеянно. Словом, приятные впечатления у меня от Санта-Фе. Машина интересная. И, знаете, если честно, вот я очень много машин через меня проходят, очень много я снимаю обзоров, много тестирую, и, честно говоря, немножечко я начинаю от современных автомобилей уставать. Но Санта-Фе мне во всех отношениях нравится. Он яркий внешне, действительно маниакально продуманный внутри. Вроде бы неплохо он и на ходу, и это одна из вот этих редких машин, с которыми мне хочется продолжать общаться. Я уверен, что если бы Hyundai оставался в России официально, то где-нибудь в 2024 году как раз Санта-Фе пришел бы официально на наш рынок и стал бы большим хитом. Понятно, что сейчас все-таки эта история про параллельный импорт. Наверняка объемы продаж будут не такие, но, тем не менее, даже в этих условиях, мне кажется, что интерес эта машина должна вызывать. Посмотрим, как это все сложится во времени. В общем, мне автомобиль совершенно искренне, совершенно честно нравится. И если вы согласны со мной, обязательно напишите об этом в комментариях. А если не согласны, тоже напишите, почему, что вас здесь смущает. Мне лично будет очень интересно это узнать. И не забывайте подписываться на канал, потому что впереди обзоры множества других автомобилей, некоторые из которых, хотя бы я надеюсь, будут настолько же интересны, как Санта-Фе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!